В этом видео я покажу простой плагин, который позволит переводить ваш сайт на разные языки. Причем этот плагин можно очень быстро настроить. Плагин имеет русский интерфейс. Сейчас перед вами демо-сайт WordPress. Здесь вы можете видеть такую плашечку с языками, перевод на русский и английский язык. То есть эта плашечка у нас залипает при прокрутке сайта. Также ее можно будет разместить, например, в сайт баре. Также позже рассмотрим. При переключении языка весь сайт переключается на английский язык. Вы это видите. И к адресной строке подставляется сокращение языка, что на мой взгляд верно. Вот сайт разработчика. Адрес вы видите здесь. Можете перейти и ознакомиться. Плагин имеет как бесплатную, так и платную версию. Можете ознакомиться с тарифными планами. В этом видео мы рассмотрим бесплатную версию плагина. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Переходим в админку сайта. Давайте найдем этот плагин. Плагины добавить новый. В поле поиска плагинов вводите название плагина. Находим его здесь. Вот его название. Вот так вот он выглядит. Нажимаете установить и активировать. На этом сайте данный плагин у меня уже активирован. После того, как вы его активировали, плагин занимает свою позицию. Здесь у нас в левой колонке. Заходим в него. Первое, что нам нужно сделать, получить IPK. Это бесплатно. Без этого ключа у нас плагин не будет работать вообще. Поэтому давайте получим этот ключ. Его получить достаточно быстро. То есть кликайте вот по этой ссылке. Здесь вы на этой странице видите простую регистрацию на сайте автора. Заполните все поля. Нажимаете зарегистрироваться. На этой странице внимательно изучите тарифные планы. Для начала вам подойдет бесплатный. Ограничения вы можете видеть, какие здесь присущи. Если вам сразу он не устраивает, выберите какой-то из тарифных планов, который вам подойдет. Для начала подойдет мне бесплатный. Кликаем вот на эту зеленую кнопочку. Также вам придет на почтовое уведомление подтвердить свой email ящик. Не забудьте это сделать. После выбора тарифного плана я попадаю вот на эту страницу. Видим, что бесплатный. Дальше я нажимаю вот на эту кнопку. Далее вы пойдете вот на такую страницу. Нажимаем на панель управления. И видим вот такую вот страницу. Здесь вы увидите в середине прям ваш ключ. Копируйте его. Я вставляю тоже ключ. Нажимаю сохранить изменения. Все, теперь плагин будет работать хорошо. Итак, здесь мы можем видеть так, как это выглядит у нас на сайте. То есть вот здесь вы это видите абсолютно так же. И давайте ниже рассмотрим, какие у нас есть возможности. Во-первых, вот здесь вы выбираете исходный язык. То есть ваш первый главный язык, на каком ваш сайт языке. Я выбираю русский. Следующая опция позволяет выбрать несколько языков. То есть переключение на те языки, которые вам требуются. Но здесь есть ограничения. Вы можете ниже это прочитать. На бесплатном тарифе вы можете выбрать только один план. Я выбрал английский язык. Ниже опция, где мы переводы рассмотрим чуть позже. У нас здесь есть такая ссылочка «Показать больше опций». Кликаем сюда. Вот эти две опции ниже написано, что они доступны только в платной версии плагина. Поэтому мы их пропускаем. Некоторые опции оставляем. Yes, включенный по умолчанию. То есть перевести изображение. Перевести PDF. Дальше SEO. Галочка стоит «Добавить ко всем страницам». Также галочку оставляем включенной. Далее смотрите языки в меню. У нас есть по сути несколько вариантов, где мы можем разместить. То есть самый простой вариант. Это липкая позиция при прокрутке сайта. Всегда видно его здесь. Дальше мы можем прицепить к любому идентификатору на сайте выбора языков. А также мы можем вывести меню. То есть у меня меню. Вот меню на этом шаблоне. И здесь есть сразу ссылка. Если мы сюда кликнем, сразу переходим в меню нашего сайта. Сразу видим, вот здесь наш плагин находится. Раскрываем его. Смотрите, можем, например, добавить в меню русский, английский. Сохранить меню. Пойти на сайт, обновиться. И увидеть, что прямо в меню у нас подставляются наши языки. И они также переключают наш сайт на русский и английский. Я в меню использовать это не буду, поэтому я их отсюда удалю. Дальше идет уже дизайн. Картинки флагов. Смотрите, это работает сразу здесь. То есть вы можете видеть в предпросмотре. Сейчас круглые флаги у нас. Без флага. Если надо только название оставить. Также текст. Например, вот так. Рус сокращенно. И без текста. Только флаги. Я оставлю первоначальные варианты. Теперь расположение. Позиция. Fixed. Это зафиксировано. То есть то, что мы имеем сейчас. Сайт прокручиваю. Флаги закреплены. И давайте рассмотрим, какие есть варианты, если у нас это зафиксировано. Варианты ниже. Вверх, низ. Вертикальное расположение кнопок. Чтобы это посмотреть, давайте выберем низ. Сохранить изменения. У нас залипает наш плагин внизу сайта. В правой стороне. Если это нам больше нравится. Давайте рассмотрим следующий вариант. Я оставляю вверху. Еще можно выбрать лево-право. То есть сохраните. И вот эта вот плашечка будет у нас не справа, а слева. Мне больше нравится вправо. Дальше отступы. Отступ сверху и с краю. То есть просто двигайте за ползунок. Здесь тоже подвину, чтобы сразу вам показать. Сохранить изменения. Обновлюсь. Вы видите, отступает и сверху. Он у нас стал чуть ниже. И справа. Вы можете более тонко настроить расположение отступов здесь. Ниже у нас есть изменить флаг. Возможность. Я нахожу русский. И здесь меняю флаг. Если это нужно. Не знаю, где это может пригодиться. Просто покажу. Видите, у нас вот здесь в просмотре флаг поменялся с русского. По крестику можно вернуть по умолчанию. И также есть опция там, где вы не хотите. На каких страницах выводить плагин перевода. Естественно, на этой странице перевести будет нельзя. Скажем, политика конфиденциальности. Есть такая страница. Мы видим здесь, что плагин у нас есть. Копируем нашу страницу. Вставляем ее здесь. Сохранить. Пойдем на сайт. Обновимся. Видим, исчезает наш плагин. На этой странице его нет. Но на других страницах, вы видите, он также присутствует. У меня будет он на всех страницах. Теперь вернемся к опции чуть выше. Это вариант мы не рассмотрели. Кастомное расположение. Привязка к ID элементу на нашем сайте. Точку ставим. Некоторые опции ниже, они скрылись. В это поле нам нужно проставить идентификатор. Но чтобы проставить идентификатор, нам нужно понять, где мы хотим его расположить. Здесь я нажму сохранить. Я, например, хочу прицепить, чтобы он был вверху с сайтбара. Как бы я это сделал? Я перейду в виджеты. В WordPress есть такой HTML виджет. Добавляю его. Помещаю в самый верх. То есть пустой виджет. Ничего здесь не заполняю. Просто перетаскиваю HTML код сюда. Дальше иду на сайт. Обновлюсь. Вот здесь появилось у нас пространство вот этого HTML виджета. Правой кнопкой мыши по нему кликаю «Просмотреть код элемента». Мне нужно подглядеть на его ID. Вы видите, я просто навожу мышь. Подсвечиваются элементы сайта. Вот, смотрите, я навел. Подсвечивается элемент HTML код, который я только что добавил. Вот здесь вы можете видеть в кавычках, видите, ID, идентификатор. Прямо отсюда копирую идентификатор данного виджета. Здесь можно это окно закрыть. Возвращаюсь в свой плагин и проставляю идентификатор в нужном поле. Нажимаю «Сохранить изменения». Обновляю сайт. Вы видите, данный плагин помещается в данный виджет в сайтбаре. Таким образом, вы можете найти тот ID на сайте, там, где вы хотите, где вам удобно будет видеть данный плагин перевода сайта. И это еще не все. Самое интересное, здесь в настройках вы можете увидеть, где мои переводы. Кликайте вот на эту ссылку «Редактировать мои переводы». Дело в том, что плагин переводит машинным переводом наш сайт. И, возможно, некоторые фразы или слова вам не понравятся, так как они будут переведены автоматически. Кликая на ссылку из плагина, вы попадете в свой кабинет на сайте разработчика, там, где вы только что зарегистрировались. И здесь классная есть возможность. Вы можете абсолютно каждую фразу, каждое слово переименовать на правильный перевод, если вам где-то что-то не нравится. Я покажу, как это работает. То есть все страницы, после того, как мы с вами подключили IP, они автоматически попадают сюда, к нам в кабинет на сайте разработчика. На этой странице вы нажимаете «Мои переводы». Я вижу здесь все три своей страницы своего сайта. Например, на главной странице мне не нравится какой-то перевод. Я здесь нажимаю «Текстовый редактор». И здесь будут все фразы, все слова именно этой страницы. Если нам нужно найти какую-то определенную страницу, давайте я покажу наглядно. То есть вот у меня есть страница «Привет, мир». Я прямо отсюда ее могу даже скопировать и воспользоваться поиском сайта разработчиков, чтобы быстро найти данную строчку. Вот она на русском, а вот она так переводится на английском. Например, она переводится неправильно. И я хочу заменить. Вы можете просто здесь заменить английское слово данного заголовка. Для примера я просто подставлю единицу к концу слова. Чтобы вы понимали, как это работает. То есть уже все работает на сайте у нас. Уже все сохранилось. Больше нажимать ничего не нужно. Давайте это посмотрим. Обновимся. Вот так вот это на русском. Я переключаюсь на английский. И вот она единичка, видите, которая только что внес. То есть я как будто бы поменял уже заголовок на правильный. И все работает сразу же на нашем сайте. Причем вот здесь есть такие кнопки. Вы можете кликнуть на машинный перевод. И у вас откатится до того момента, как это было изначально машинный перевод. И сразу же вы можете выбрать пользовательский. И единичка, видите, возвращается. То есть вы можете быстро переключиться, если вдруг вам что-то не понравилось. То есть вы переключили на машинный перевод. Обновимся здесь. И на сайте уже это работает. Сразу применяется прямо на сайте. Этот плагин поэтому и хорош, что вы можете очень быстро настроить разные языки на своем сайте. И переименовать какие-то слова, которые неправильно перевела машина, так скажем. Если вас плагин заинтересовал, все ссылки будут в описании под этим видео.